В эфире «Утро Карачаева Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем новый день февраля с погоды. В Черкесии переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 4,6, а днем 17-19 градусов тепла. Сегодня день всех влюбленных или день Святого Валентина. Неофициальный праздник, но популярный во всем мире. В этот день принято дарить открытки в форме сердца с пожеланиями здоровья и счастья, ну и, конечно, любви. Приветствуются тематические сувениры и подарки в виде сердечек. Но именно шоколад и другие сладкие лакомства считаются классическим подарком в день Святого Валентина. В Черкесии завершился Всероссийский турнир на Кубок Президента Союза Тхэквондо России. Его победители получали прямую путевку на первенство страны. Об организации столь престижного состязания в Карачаево-Черкесии в сюжете корреспондента Артура Мхце. Столица Карачаево-Черкесии на пару дней стала центром притяжения для поклонников Тхэквондо по всей стране. Около 30 регионов направили в Черкесск своих лучших молодых спортсменов, которым предстояло бороться за престижный трофей и путевки в финальную часть первенства России. Данное мероприятие интересно тем, что победители в каждой весовой категории получают дополнительную квоту для того, чтобы поехать на первенство России без дополнительного отбора в своих регионах. Участие в торжественном открытии турнира приняли многие известные в спортивных кругах люди. Те, благодаря кому Тхэквондо в России продолжает развиваться. А изюминкой праздничного действия стало выступление коллектива «Кавказ» под руководством Эдуарда Хугаева. Зрителям были представлены фрагменты танцев народов Карачаево-Черкесии. Родные стены почти всегда считаются дополнительным помощником. И региональной федерации Тхэквондо удалось добиться, чтобы в текущем году крупный юношеский турнир принимала Карачаево-Черкесия. Впрочем, проведение подобного уровня состязаний – это еще и задел на будущее. Очень полезно для новичков. Ведь на данный турнир приходят посмотреть те люди, которые только начинают делать первые шаги в Тхэквондо. Детки. Они видят уровень, видят, к чему они могут прийти. И, естественно, популяризируется наш вид спорта таким образом. Большинство поединков прошли в напряженной борьбе. Нередко для определения успешного действия приходилось в прямом смысле отматывать картинку назад. Многие из выступавших черкесские ребят и девчат, несмотря на юный возраст, имеют за плечами достижения не только на региональном, но и на всероссийском уровне. Одна из них – представляющая Карачаево-Черкесию Сабина Шевхужева. Год назад она уже побеждала на турнире президента Союза Тхэквондо России. И вот новый успех. Юноша и девушки из нашей республики достойно выступили на турнире. Заняв три первых, два вторых и шесть третьих мест. Те, кто не смог отобраться на всероссийское первенство напрямую, еще имеют шанс получить путевки через отборочное сито региональных состязаний. Артур Мксэмиха Каракелян. Вести Карачаево-Черкесия. Новый информационный день. Продолжает свое вещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести» на карачаевском языке, затем также программы карачаевской редакции. А в 14.30 вести Карачаево-Черкесия с Алла Динаевой. Всем хорошего дня и встретимся завтра.